Беседа 45, стр. 292 Итак, сказали Ему, что нам делать, чтобы творить дела Божии? Иисус сказал им в ответ, Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал. На это сказали Ему, Какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? Что Ты делаешь? Иоанн 6, 28, 30 Нет ничего хуже, ничего постыднее чревоугодия. Оно делает ум тупым, оно делает душу плотскою, оно ослепляет и не позволяет видеть. Вот смотри, это случилось и с иудеями. Так как, будучи преданы чревоугодия, они всецело были заняты предметами житейскими и не думали ни о чем духовном, то хотя Христос возбуждает их множеством слов, исполненных то строгости, то снисходительности, но и при всем этом они не встают, а по-прежнему лежат в долу. Посмотри, он сказал им, Ищите меня не потому, что видели знамения, но так как ели хлеб и насытились, и через это поразил обличением, и показал, какой должно искать пищи, и сказав, Ищите пищи, пребывающие в жизнь вечную, старайтесь не опищеть тленные. Предложил им награду в словах, но пребывающие в жизнь вечную, наконец предупредил их возражение, сказав, что он послан отцом. Что же они, как бы не слыхав, ничего говорят? Что нам делать, чтобы делать дела Божии? Сказали же это, как показывает последующее обстоятельство, не с тем, чтобы узнать и исполнить, но чтобы расположить его. Опять дать им пищи и насытить их. Что же Христос? Вот дело Божие, чтобы веровать в того, кого Он послал. На это сказали Ему. Какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе, что Ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Ничего нет бесчувственнее, ничего бессмысленнее этих слов. Тогда как чудо было еще перед их глазами, они говорили так, как будто еще не сделано ни одного чуда. Какое дашь нам знамение? И сказав это, не предоставляет Ему на произвол выбор чуда, но хотят поставить его в необходимость совершить не другое какое-либо чудо, а именно такое, какое было при их предках. Потому-то и говорят, а отцы наши ели манну в пустыне, думая тем подстрекнуть его, совершить такое чудо, которое могло бы напитать их телесно. В самом деле, отчего они вспомнили ни о каком-либо другом, ни из прежних чудес, хотя их тогда много было совершено и в Египте, и над морем, и в пустыне, но именно о манне. Не от того ли, что сильно желали ее, будучи порабощены чревоугодию? Как же вы, называвшие его пророком и хотевшие поставить царем, потому что видели чудо, как вы теперь, как будто не было никакого чуда, оказываетесь неблагодарными и непризнательными и просите чудо, как просили бы прихлебатели и голодные псы. Теперь ли, дорога вам манна, когда душа ваша изнемогает? И заметь хитрость их слов. Не сказали, Моисей сотворил такое-то чудо, а ты какое сделаешь, чтобы не раздражать его? Но, ожидая от него пищи, все еще обращается к нему с великой почтительностью. С другой стороны, не говорят и того, что Бог сотворил такое-то чудо, а ты какое сделаешь, чтобы не подать мысли, будто они равняют его Богу? Не упоминает я Моисея, чтобы не подать мысли, будто унижают его, Христа, но избирает средину, говоря, отцы наши ели манну в пустыне. Христос мог, конечно, сказать, я совершил чудеса больше, чем Моисей, и не нуждался в жезле, не имел надобности в молитве, но все совершил сам собою. Если же вы напоминаете манну, то вот я дал вам и хлеб. Но тогда не время было говорить это, а была одна забота обратить их к пище духовной. И смотри, с какой беспредельной мудростью Христос отвечает им. Истинно, истинно, говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Стих 32. Почему же он не сказал, не Моисей дал, а Я, но вместо Моисея указывает на Бога, и вместо манны на себя? Потому что велика была немощь слушателей, как это видно из последующего. И тогда, как он сказал эти самые слова, он не остановил их. Хотя и вначале говорил, ищите меня не потому, что видели знамения, но так как ели хлебы и насытились. И в последующих словах исправлял их. Но несмотря на все это, они не перестают требовать хлеба. Когда Христос обещал самарянке дать воду, то при этом не упомянул об отце, а просто так сказал, если бы ты знала, кто говорит с тобой, дай мне пить, ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. И опять вода, которую я дам, Иоанна 4, 10, 14, но не отсылает к отцу. Здесь же упоминает об отце, чтобы ты узнал, как велика была вера самарянке, и как велика немощь иудеев. Но ведь манна была не с неба, как же говорится, с небес. Так же, как в Писании говорит, птицы небесные, и опять возгремел с небес Господь, Псалом 8, 9, 17, 14. Хлебом же истинно называет тот хлеб не потому, чтобы чудо надманное было ложно, а потому что она была образом, а не самою истинною. А упомянув о Моисее, не противопоставил себя ему, потому что иудеи еще не предпочитали его Моисея, а напротив. А Моисей имели высшее понятие, чем о нем. Поэтому сказал, не Моисей дал, он не присовокупил, я даю. Но вместо того сказал, «Отец дает». Услыхав это, они опять говорят, «Дай нам есть хлеб этот». Потому что все еще думали, что это нечто чувственное. Все еще ожидали насыщения своего чрева, а оттого истеклись так скоро. Что же Христос? Мало-помало возвышая их, мысль продолжает. «Я есть им хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Не иудеям только, но и всей вселенной. Потому-то и не сказал просто пищи, но жизнь. Какую-то другую и отменную, чтобы показать, что все были мертвы. Но они все еще, паникаедовые, говорят, «Дай нам хлеб этот». Обличая их за то, что они пока предполагали трапезу чувственную, да то ли стекались к нему, а как скоро узнали, что это некая духовная трапеза, то уже не приступает к нему. Христос говорит, «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете». Стих 35-36, страница 294. «Так еще прежде говорил Иоанн, чтобы знать, — говорит, — и что видели, и свидетельствуем, и свидетельства его никто не принимает». Иоанн 3-32. «Равным образом мы Христос говорим, что знаем, и что видели, о том свидетельствуем, и свидетельства нашего не принимаете». Стих 11. «Делает же это, предупреждая их и показывая, что их неверие не смущает его, что он не ищет славы и знает сокровенно их мысли, как настоящие, так и будущие. Я есть хлеб жизни». Намеревается уже приступить к учению о таинстве. И сначала беседует о своем божестве, говоря, «Я есть хлеб жизни», потому что это сказано не о теле. О теле говорит под конец. «И хлеб, который я дам, есть плоть моя». Стих 51. «А теперь говорит о божестве». Плоть Христова ради Бога, Слово, есть хлеб, равно как и этот хлеб, ради наития на него духа, бывает хлебом небесным. Здесь Христос не приводит свидетелей, как в прежней беседе, потому что имеет свидетельство в чуде над хлебами. Да и иудеи все еще показывали вид, что верят ему, между тем, как там противоречили ему и порицали его. Вот почему он здесь и говорит прямо. «Между тем иудеи, надеясь насладиться пищей телесною, остаются и не смущаются, пока впоследствии не потеряли всякой надежды». Но Христос, несмотря на это, не замолчал. А напротив сказал многое в их вразумлении и обличении. Они же, называвшие его пророком, в то время как ели, теперь соблазняются и называют его сыном плотника. А тогда не соблазнялись, когда ели хлебы, но говорили «это пророк» и хотели сделать его царем. По-видимому, они досадовали на то, что он сказал «с небес сошел». Но настоящей причиной их негодования было не это, а то, что они потеряли всякую надежду насладиться телесной трапезой. Если бы они действительно негодовали на те слова, то им следовало бы спросить и узнать, каким образом он есть хлеб жизни и как сошел с неба. Между тем, этого они не делают, а ропщут. И что не это их соблазнило, видно и следующее. Но его слова «отец мой дает вам хлеб», они не сказали «умоли его, чтобы дал». А что «дай нам хлеб». Хотя он и не сказал «я даю», но «отец мой дает». Однако из желания пищи они признали, что и он может подать ее. Каким же образом, признав, что и он может подать пищу, они могли потом соблазняться, и притом тогда, когда услышали, что он дает ее. Итак, какая же тому причина? Они, услышавши, что больше не получат уже пищи, и поэтому опять начали неверить и в оправдание своего неверия представляет то, что его слово слишком высоко. Поэтому он и говорит «И видели меня, и не веруете», указывая с одной стороны на чудеса, а с другой на свидетельство Писания. «Ибо они, говорит, свидетельствуют о мне». 5.39 Еще «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимайте меня». 43 стих Еще «Как можете веровать, когда славу друг от друга принимаете?» 44 «Все, что дает мне отец мой, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». 6.37 Смотри, как он все делает для спасения людей. С той именно цели он и присовокупил это, чтобы не показалось, будто он занимается предметами ненужными и говорит без цели. Что же он говорит? «Воля же пославшего меня есть та, чтобы из того, что он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Стих 39 Но почему он упоминает и об общем воскресении, в котором будут участвовать и нечестивые, как об особенном даре верующих в него? Потому что и речь у него не просто о воскресении, но именно о таком воскресении. Сказав наперед, «И приходящего ко мне не изгоню вон». Он потом уже говорит о воскресении. «В воскресении действительно одни будут извержены, как можно видеть из слов. Возьмите его и бросьте во тьму кромешную» Матфея 22, 13 А другие погибнут, как и это видно из слов. «Убойтесь более того, кто душу и тело погубит в гиене» Лука 12, 5 Таким же образом слова «Жизнь вечную дают» значит то же, что слова «И выйдут сотворившие злое в воскресении осуждение, а делающие доброе в воскресении жизни» Иоанна 5, 29 Вот на это-то воскресение, которое принадлежит людям добрым, он и указал здесь. А что он хочет сказать словами «Все, что дает мне отец, ко мне возвратиться» В них он обличает неверие иудеев и показывает, что неверующий ему приступает волю отца. Только говорит об этом не так прямо, но прикровенно. Так поступал он и всегда, когда хотел показать, что неверующие оскорбляет не его только, но и отца. В самом деле, если в том воля отца и для того пришел Христос, чтобы спасти весь мир, то неверующие приступают волю отца. Итак, когда кого-либо говорит «путеводит отец», то ничто не может воспрепятствовать ему «прийти ко мне». Это он говорит и ниже. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец. Стих 65. А Павел сказал, что он передает их отцу, когда сказано «предаст старство Богу и отцу». Итак, «как отец, когда дает, тем ничего не лишает себя, так и сын, когда передает, тем ничего не отнимает от себя». Говорится же о нем, что он передает, потому что через него мы получили доступ. Ефесянам 2.18. 296. Но это выражение через него употребляется и об отце, как, например, в этом месте. Им же были призваны в общение сына его. 1 Коринфянам 1.9. То есть волею отца. И еще. Блажен Симон, Ионин, сын, ибо не плоти кровь явили тебе это. Матфея 16.17. Здесь смысл почти такой. Вера в меня – дело немаловажное, но для нее нужно внушение свыше. И это Христос утвердает повсюду, показывая, что для этой веры нужна душа истинно доблестная и привлекаемая Богом. Но, быть может, скажет кто-нибудь, если все, что дает отец, приходит к тебе, если приходят те, которых только он привлечет, и никто не может прийти к тебе, если не будет данной ему свыше, то кому отец не дает, те свободны от всякой вины и осуждения. Это пустые слова и одна отговорка. Без сомнения, мы имеем нужду и в собственной воле, потому что поучаться и веровать – дело воли. Здесь же словами, которых дает мне отец, он означает не другое, что как следующее. Веровать в меня – дело немаловажное, и для того нужны не улствования человеческие, но откровения свыше и душа с благодарностью принимающая откровения. А слова «идущий ко мне» спасен будет – значит, будет пользоваться великим попечением. Затем-то, говорит, «я и пришел и воспринял плоть, и принял образ раба, потом превосокупляет, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня отца». Стих 38. Что ты говоришь? Разве иная воля твоя, а иная его? Чтобы кто не подумал этого, Христос отклоняет такую мысль, говоря далее, «Воля же пославшего меня отца есть та, чтобы из того, что он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий сына и верующий в него имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». А это разве не твоя воля? Как же ты говоришь в другом месте? «Огонь пришел я не взвести на землю, и как я хочу, чтобы он возгорелся» Лука 12, 49. «Если же и ты хочешь этого, то явно, что у тебя одна воля с отцом». Да и в другом месте он говорит, «Как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет, кого хочет» Иоанна 5, 21. «В чем же состоит воля отца? Не в том ли, чтобы не погиб ни один из них? А это уже хочешь и ты». Значит, не иная воля та отца и не иная эта сына. Так и в другом месте еще сильнее он утверждает свою равенство с отцом, говоря, «Я и отец прийдем и обители у него сотворим» Иоанна 14, 23. Итак, слова его имеют такой смысл. «Я пришел совершить не другое, что как то, чего хочет и отец, и у меня нет какой-либо особенной своей воли, кроме воли отца, потому что все отче принадлежит мне и все мое принадлежит отцу». Если же у отца и сына все общее, то он справедливо говорит «Не творю волю мою». Но здесь он не сказал так, но соблюдал это к концу. Предметы возвышенные, как я сказал, он пока скрывает и поставляет в тени, чтобы показать, что если бы он сказал, что воля моя, то им пренебрегли бы. Поэтому говорит «И я содействую той воле, то есть отца, чтобы тем сильнее поразить их». Он говорил так, как бы «Что вы думаете? Что неверую прогневляете меня? Нет, вы раздражаете отца моего. Воля же пославшего меня отца есть та, чтобы из того, что он мне дал, ничего не погубить». Стих 39 здесь показывает, что не нуждается в их почтении и пришел не по своей надобности и не для чести от них, но для их спасения. Это же сказал и в предыдущей беседе, не принимая славы от человеков. Иоанна 6, 41 И еще «Сие говорю, чтобы вы были спасены». 5, 34 Да и при всяком случае он старается показать, что пришел для их спасения. Говорит же, что уготовляет славу отцу, чтобы тем отклонить от себя всякое подозрение. А что с этой целью он говорит так, это яснейшим образом открыл следующие слова. «Ищущий воли своей, говорит, славы своей ищет, а ищущий славу пославшему его истинен есть, и нет неправды в нем». 5, 18 Сия есть воля отца. Да всякий, видящий сына и верующий в него, имел бы жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. 6, 40 Для чего он так часто и при всяком случае говорит о воскресении? Что бы ни думали, будто промысл Божий ограничивается только настоящими вещами, и потому не впадали бы в уныние, если здесь не наслаждаются благами, но надеялись на благо будущее, и не презирали бы его, если не терпят наказание в настоящей жизни, нажидали жизни будущей. Страница 298 Но если от частого собеседования о воскресении ничего не приобрели они, иудеи, то постараемся приобрести мы. Захотим ли мы неправильно обогатиться, или похитить что-нибудь, или сделать другой, какой бесчестный поступок? Тотчас приведем себе на мысль тот день, вообразим то судилище, и эта мысль сильнее всякой узды, сдержит дурное наше стремление. Будем постоянно говорить и себе, и другим, есть воскресение, и нас ожидает страшное судилище. Если кого-либо увидим тщеславящимся и надмивающимся настоящими благами, скажем ему то же самое, и объявим, что все это останется здесь. Если опять увидим другого, удрученным скорбями и унывающим, выскажем и ему то же самое, указывая на то, что скорбям будет конец. Если также увидим кого-либо преданным беспечности и лености, представим ему опять тоже, выставляя на вид, что нужно будет отдать отчет беспечности. Эта речь лучше всякого лекарства может уврачевать душу. И подлинно есть воскресение и воскресение у дверей, недалеко, но близко. Еще немного, говорит Павел, и грядущий придет и не замедлит. Евреям 10.37 И в другом месте всем нам надлежит явиться предсудилище Христова 2 Коринфянам 5.10 то есть и злым и добрым, тем, чтобы пред всеми потерпеть бесславие, этим, чтобы пред всеми оказаться еще более славными. Как здесь судьи и злых наказывают и добрым воздают честь открыто пред всеми, так точно будет и там, чтобы для одних было больше стыда, а для других больше славы. Будем же представлять себе этот день каждый день. Если будем иметь это в мыслях, то ничто из вещей настоящих и приходящих не удержит нас, потому что видимое временно, а невидимое вечно. Будем же непрестанно говорить и себе, и другим, есть воскресенье и суд и отчет в делах. Пусть говорят и все те, которые допускают судьбу, и они немедленно освободятся от этой гнилой болезни. Ведь если есть воскресенье и суд, то нет судьбы, сколько бы они не спорили и не припирались. Но я стыжусь, что учу христиан воскресенье. Кого нужно учить, что есть воскресенье, и кто не вполне убежден, что все совершается не по необходимости, и не просто, и не как нибудь, тот, очевидно, не христианин. Поэтому я прошу и умоляю, очистим себя от всякого зла, и сделаем все, чтобы получить прощение и оправдание в тот день. Но, быть может, кто-нибудь скажет, да когда будет кончина, когда воскресенье? Вот сколько уж прошло времени, и ничего такого не случилось, но будет, поверьте. Ведь и перед потопом тоже говорили и смеялись над Ноем, но пришел потоп и всех этих неверовавших поглотил, и только его одного веровавшего оставил живых, и при Лоте не ожидали той свыше неспосанной казни, пока не спавшие молнии и грома не уничтожили всех, и ни тогда, ни при Ное не было никакого предварительного указания на то, что имело случиться. Но беды пришли неожиданно в то время, как все пировали, пили и упивались. Так настанет воскресение не с предварительными какими-либо признаками, но среди нашего благополучия. Потому и Павел говорит, когда скажут мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пабуба, как мука постигает имеющую в очреве, и не избегнут. 1 Фессонетисам 5.3 Так устроил это Бог для того, чтобы мы всегда были бдительны и не предавались безбеспеченности среди самой безопасности. Что ты говоришь? Не ожидаешь воскресения и суда? Это исповедуют и демоны, а ты не исповедуешь. Пришел сюда, говорят они, прежде времени мучить нас. Матфея 8.29 Если же говорят, что будет мучение, то знают, конечно, будет и суд, и отчет, и наказание. Не будем же прогневлять Бога сверх худых дел еще и неверием Слову о воскресении. Как во всем прочем Христос был начатком для нас, так и в этом. Потому он называется и перворожденным из мертвых. А если бы не было воскресения, то как бы он мог быть перворожденным, когда никто из мертвых не последует за ним? Если бы не было воскресения, то как бы могла сохраниться правда Божия, когда столько злых людей благоденствуют и столько добрых страдают, и страдания оканчивают жизнь? Где все эти люди получат по своим достоинствам, если нет воскресения? Никто из живущих праведно не сомневается в воскресении, но каждый день молятся, произнося это святое изречение «Да приидит царствие Твое!» Матфея 6.10 Кто же не верует в воскресение? Идущие оскверненными путями и проводящие нечистую жизнь, как говорит пророк, оскверняются пути их во всякое время, и отнимаются судьбы твои от лица его. Псалом 9.26 Подлинно невозможно человеку вести жизнь чистую, когда он не верует в воскресение. А кто не знает за собой ничего худого, те и говорят, и желают, и веруют, что получат воздаяние. Не будем же прогневлять Бога, но послушаем Христа, который говорит, убойтесь того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Матфея 10.28 Боязнь это соделает нас лучшими, и таким образом мы, избавившись от этой погибели, удостоимся Царства Небесного, которого и досподобимся все мы по благодати и человеколюбии Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым Отцу с поклоняемым всесвятым и животворящим Его Духом слава ныне и пресно и в бесконечные веки веков. Аминь.